Здравствуйте, дорогие друзья и соратники. Рад вас приветствовать на территории Ленинского района. Я депутат города Видно, заместитель председателя. Наш район, некогда богатейший и процветающий, располагался в зелёной защитной зоне нашей столицы, города Москвы. И потому на территории нашего района нет ни полигонов мусорных, ни мусоросжигательных заводов. И, казалось бы, у нас не должно быть проблем с мусором. И ещё года три назад так оно и было. Мусор исправно вывозился с территории нашего района мусоровывозящей компанией, которая фактически принадлежала муниципалитету. Наш район был чистейший, а наш районный центр, город Видно, был самым благоустроенным из малых городов России. Но ситуация поменялась с приходом новой администрации. Под руководством господина Хромова. Последние два года муниципальная управляющая компания всё так же исправно собирает с нас со всех деньги за вывоз и утилизацию мусора. Однако мусор при этом не вывозится и не утилизируется. А складывался он прямо на территории города Видное. Куда только активисты не писали, куда только не жаловались. Приходили многочисленные проверяющие, выписывали штрафы. Но проблема так и не решалась, мусор продолжали туда свозить. Большая куча прямо в черте города росла, крепла. И когда она достигла высоты пятиэтажного дома и стала настолько большой, что уже физически перестала умещаться на том участке, который для неё предназначили, глава района обратил внимание на неё и вышел с инициативой в районный совет депутатов о выделении 25 миллионов рублей на ликвидацию этой кучи. Таким образом, нас, жители района, вынудили дважды заплатить за вывоз одного и того же мусора. Первый раз мы заплатили за него, когда платили по тарифам управляющей компании. И второй раз, когда заплатили налоги в бюджет. Причём, если раньше вывоз мусора осуществляла компания, которая обладала своим большим штатом сотрудников, своим большим парком техники, она давала рабочие места и большие поступления в бюджет, то теперь для освоения этих бюджетных средств привлечена какая-то никому неизвестная фирма-посредник, не имеющая ни людей, ни техники, а работающая исключительно на субподряде. И что самое интересное, даже повторно заплаченные нами деньги не пошли по их целевому назначению. Наша большая группа активистов, неравнотушных граждан Ленинского района, решила провести собственное расследование с целью выяснить, куда же вывозят мусор с нашей незаконной свалки. И проведя собственный рейд ночью, мы на своих машинах выследили движение мусоровозов и увидели, что мусор на самом деле везут не на официальные полигоны, как нас уверяет администрация, а в соседний Раменский район и вываливают там на зельхозполя и в овраге. Таким образом, получается, что организация, вывозящая мусор, берет деньги из бюджета и вместо того, чтобы заключать договор с полигоном и везти за сотни километров этот мусор, вываливает его здесь же, в ближайшем овраге, а половина мусора просто сгорает ночью. Как только вот эта новая компания приступила к вывозу мусора, весь город окутал едкий токсичный дым. Нас уверяли в том, что это следствие химической реакции при взаимодействии кислорода с горючими газами, выделяемыми свалтами. Безусловно, это такое объяснение, оно очень логично имеет место быть, но как тогда объяснить, что сразу после рейда на следующее же утро, после выхода в интернете разгромной статьи, вдруг химическая реакция прекратилась? Неужели в самом деле кто-то посмел ночью действительно поджигать этот мусор, травить население для того, чтобы фактически списать бюджетные деньги? То есть организация берет деньги, часть мусора вываливает в овраг, часть сжигает, а разница, естественно, кладется в карманы. Точнее, в карманы. В карманы тех, кто находится в сговоре. В чьих конкретно карманах осели наши деньги? Сейчас выясняют правоохранительные органы, которые работают по нашему заявлению. И я должен сказать, что мы обязательно сделаем все возможное, чтобы довести эту историю до логического завершения, поскольку любое преступление, а это преступление против людей, против жителей района, должно иметь свое наказание, я считаю. Спасибо. Время вышло, простите. Хочу обратить ваше внимание на тот высочайший цинизм, с которым эти люди уничтожают нашу природу, травят наше здоровье, здоровье наших детей, причем за наши же с вами деньги. Я считаю, что оставлять так этот беспредел нельзя. Мы должны с ним покончить. Спасибо. Спасибо.